Всем привет! Давайте поговорим сегодня про Вадима Евсеева, главного тренера факел. Было ли оно правильно или нет? Знаете, где-то месяц назад говорил, что факел с этим физруком, не, не физруком, трудовиком Пятибратовым, да, когда Пятибратов был главным тренером факела, он прямиком идет в ФНЛ. Просто идет в ФНЛ, у меня есть такой специальный ролик про факел, да, и я сказал, что вот срочно надо менять тренера, взять какого-то психолога, какого-то психолога, который просто перезагрузит команду и просто наберет очки. Вот. И, возможно, руководство факела смотрит мой канал, они убрали Пятибратов, взяли психолога, действительно психолога Евсеева, который умеет говорить словами, матом умеет говорить, и он перезагрузил команду, и мы видим результат, стопроцентный результат. Как Евсеев пришел в команду, команда набрала 6 очков из 6 возможностей, стопроцентный результат. Можно говорить, что угодно, что там, это все еще там, это все еще игра Пятибратова, что Евсеев ничего в команде сделал. Так, понятное дело, но команда вообще не играла, она и сейчас не играет, ничего нельзя сделать за два матча, реально ничего. Вот. Но можно перезагрузить команду психологически, что при новом тренере они лучше стали бегать, да, лучше стали бороться, там, ну, в любом случае, когда приходит новый тренер, особенно вот такой, такой горячий тренер, эмоциональный тренер, команда перезагружается. И это было, безусловно, правильное решение. Если бы Пятибратова не убрали и не поставили Евсеева, то Файкл бы улетел бы напрямую в фейнер. Может, не напрямую, но через стыки. Вот. Поэтому, конечно же, это было правильное решение. Конечно же, это было правильное решение, это было понятно любому. Ну, кроме болельщика Спартака, разумеется. Вот. Вадим Евсеев, он приходит, объяснил игрокам все, что и как, они начали забегать, да, и появился результат. Вот. Поэтому, я думаю, я думаю, с Евсеевым Файкл никуда не вылетит. Я думаю, даже в стыках они не будут. Стыки, скорее всего, крылья улетят. Вот. И останутся они в этом сезоне в пример лиге, чему я буду несказанно рад. Всем пока.